МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Дублеру быть возведение альтернативы Солочинского моста утвердил Владимир Путин. Сложенная северка. Министр транспорта и автомобильных дорог области Вадим Решетник сегодня впервые ответил на вопросы журналистов. Не пистолетом единым. В Рязани установили памятную доску выдающемуся оружейному конструктору Николаю Макарову. Дублеру Солочинского моста в Рязани быть. Это стало известно после опубликования официального документа Кремля перечень поручений президента по вопросам развития Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областей. В нем указаны не только ответственные лица, но и сроки предоставления проекта. Вопрос о строительстве моста Дублера через Аку поднимался в Рязани еще в феврале прошлого года. Общественное мнение, что называется, прощупывали через соцсети. Именно там впервые появилась схема размещения. Ее опубликовал на своей страничке депутат Рязанской городской думы Роман Худяков. 2 сентября все эти мечты стали вполне себе осязаемыми. Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития четырех областей, в том числе Рязанской. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Так вот, теперь ответственные за проект в Рио губернатора Павел Молков и премьер Михаил Мишустин. Доложить президенту по нему надо будет уже 1 октября. Тем более на месте уже знают, что делать с нынешним Солочинским мостом. Это инновационное, в кавычках, наверное, покрытие родилось не потому, что хотели поэкспериментировать, а потому что уже предполагали, что полноценное асфальтобетонное покрытие мост не выдержит. Поэтому и положили вот этот достаточно тонкий слой, который потом привел к той ситуации, которая есть сейчас. Поэтому, возвращаясь к вопросу, в течение 5-7 лет нам нужен мост-дуплер. После этого существующий мост надо закрывать на реконструкцию, которая займет, скорее всего, года 2-3. 5-7 лет срок очень долгий, и, похоже, в Кремле это тоже четко осознали. Поэтому Владимир Путин придал этой идее серьезное ускорение. Пока что, да и то на уровне теории, место рассматривалось только одно. На схеме эта нитка должна соединить Дядькова и Дубровича. Законодательно ускорить проект еще должен будет арбитражный суд, который должен поставить точку в противостоянии подрядчика и региональных властей. Суд в этом году точно завершится. Уже было проведено две экспертизы. Сейчас осталось провести третью завершающую. Дальше уже не будет. Третья экспертиза должна поставить точку, кто все-таки виноват в этой ситуации. Суд будет завершен, и после этого можно будет приступать к ремонту дорожного плота. Понятно, что ремонтировать зимой к лету точно выйдет боком. Поэтому нынешние покрытия на Солочинском мосту будут приводить в порядок только весной. Как запасной вариант. Разработка проекта Дублера к этому времени должна будет быть в самом разгаре. Тем временем на Северной окружной продолжают ремонтировать трассу. Сегодня министр транспорта Вадим Решетник созвал журналистов, чтобы ответить на все интересующие нас вопросы. Северная окружная дорога – одна из важнейших транспортных артерий Рязани. Она связывает два крупных микрорайона города. Ежесуточно здесь проезжает более 10 тысяч автомобилей. Причем прогнозы обещают лишь увеличение транспортной нагрузки, в связи с чем и решили реконструировать. Коснулась эта участка, построенного в 80-е годы. На сегодняшний день он явно не соответствует стандартам времени. По контракту к нормативу приведут участок протяженностью почти 3,5 километра. От путепровода в районе Барковского карьера до улицы Интернациональной. Помимо обновления дорожного полотна, построят новую ливневку, расширят земляное и дорожное полотно. Плюс построят велодорожки, разворотные петли, надземный переход и парковки для посетителей Барковского карьера. Если говорить про возможную структуру дороги, то она будет шириной порядка 30 метров, из которых 22, это у нас проезжая часть, с осевым барьерным ограждением и централизованной системой освещения. Также будет реализован тротуар пешеходный шириной 3 метра и велосипедная дорожка полтора метра со своим уникальным освещением, которое позволит велосипедистам и пешеходам перемещаться безопасно по данному объекту. В ходе пресс-конференции министру задавали разные вопросы. К примеру, на подобной встрече ровно месяц назад чиновник сообщил, что третью полосу откроют в ближайшие недели. Но со сроками вышла промашка. Пока работают всего две полосы. Спросили его и о камерах видеонаблюдения, которые поручил развернуть в рио губернатора. Объект довольно социально значимый. В настоящее время развернуто 6 единиц видеокамер, которые находятся в данном случае на этом участке. Но исходя из того, что работы смещаются с одного пикетом в другой, камера также будет передвигаться. Камера работает в двухслуточном режиме и имеет возможность фото- и видеозаписи. Впоследствии будет проанализировано и принято решение, как подрядчик организовал работу. Журналистов интересовало буквально все. Режим работы ночью и выходные, перенос существующих коммуникаций, линий связи, электропередач, кабелей высокого напряжения. В настоящее время в теле дороги, в полосе отвода находится довольно большое количество коммуникаций. Это линии связи, линии электропередачи, даже высокая сторона, так называемая 10 кВт. И поэтому для того, чтобы сберечь сотрудников подрядной организации, которые выполняют работы, все эти работы с насыпью производятся только в рабочее время, в светлое время. В ночное время производятся работы такие, как подвоз, грунта и подготовка рабочего места для следующего рабочего дня, обслуживание техники и так далее. Поэтому я вам еще раз открыто утверждаю, что работы в ночное время производятся. Сейчас на объекте на четверть завершено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, продолжаются работы по уширению проезжей части. Параллельно ведется подготовка к укреплению основания дороги методом холодной регенерации. Также ведутся работы по устройству ливневой канализации. На сегодня на 80% завершена прокладка металлического футляра, на 50% укладка труб и монтаж колодцев. В целом по проекту будет уложено 3,5 километра труб и установлено 182 колодца. В этом году, пообещал министр, откроют все четыре полосы движения. А вот благоустройством займутся уже в будущем, в 2023-м. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани сегодня появилась еще одна мемориальная доска выдающемуся рязанцу. На стене железнодорожного колледжа установили памятную пластину с изображением конструктора-оружейника Николая Макарова. Пистолет его имени сейчас табельное оружие практически во всех силовых структурах. Оказывается, Николай Федорович, к слову, уроженец Сасова, в 30-х годах учился в самой Рязани. Это выяснили местные краеведы. Выдающийся русский оружейный конструктор Николай Макаров для Рязани человек не чужой. Во-первых, он уроженец Сасова. А во-вторых, как выяснили краеведы, какое-то время жил и учился в самой Рязани. Мы, наконец-то, точно установили, после каких-то споров, рассуждений, даже какой-то, может быть, драчки небольшой, решили, все-таки установили, допустим, что Макаров, Николай Федорович, тот человек, который изобрел, это стоит Макарова. Но им известно всего мир, он действительно учился в мире. И вот сегодня мы нашей доской, мемориальным, мы это подтверждаем. В список знаменитых отечественных оружейников Николай Макаров вошел прежде всего как создатель пистолета Макарова. На самом же деле его талант проявился не только в области ручного оружия. Вместе с конструктором Николаем Афанасьевым он создал авиационную пушку АМ-23, служившую главным оружием обороны для многих советских бомбардировщиков, ракетоносцев и транспортников. А еще с участием Николая Макарова спроектированы и запущены в производство два отечественных противотанковых ракетных комплекса «Фагот» и «Конкурс». «Фаготом», кстати, сегодня воюют в том числе и ополченцы Донбасса. Сейчас даже имеются у нас алфавитные книги призыва Великой Отечественной войны. Кто в 41-м году, 42-м году, 43-м году и сегодняшний день, кого мы призываем, вписывается в алфавитную книгу призыва весеной и осенью. И, конечно, тут определенную роль сыграла историческая память и знание архивных материалов, и где их найти, и о чем написать. Николай Федорович, закончив ФЗУ, тогда назывался, фабрично-заводское училище, здесь, вот в этом здании, выбрал себе профессию оружейника. Для учащихся железнодорожного лицея эта табличка всего лишь часть познавательной лекции о герое социалистического труда Николая Макарове. Раньше его считали все-таки тульским мастером, теперь же вполне можно называть рязанским с подачей местных краеведов. Партнер программы «День города» – выставка продажа икра и рыбы Камчатской. Она снова появилась на прилавках у торгового центра «Премьер». Не пропустите. После яркой победы в Кубке России в матче чемпионата с «Квантом» из Обнинска футболисты Рязани были не похожи на самих себя. Видимо, слишком много эмоций оставили в предыдущем матче. После фееричной победы в Кубке России футболисты Рязани приехали в Обнинск, как показалось, в приподнятом настроении. За неделю у подопечных Дмитрия Сережкина это был уже фактически третий матч. Селенок могло и не хватить. Так, в общем-то, и произошло. Хозяева навязали довольно вязкий футбол. Было много борьбы в центре поля. И вроде бы Рязани владела преимуществом, но по-настоящему голевых моментов так и не создала. Мало что удалось сделать в атакующей стадии. Сопер не плотно оборонялся большим числом, поэтому, к сожалению, не получалось довести дело до опасных моментов. Так, полный момент, какие-то были удары, опять же, мимо ворот или во вратаря, к сожалению. Ну, пропустили гол на быстрой атаке. Индивидуальная ошибка защитников. Эпизод с голом случился на 72-й минуте. Виталий Мельников, по сути, в одиночку расправился с защитниками и с близкого расстояния послал мяч в сетку. А спустя 10 минут рязанцы остались в десятером. Вторую желтую удаление получил Андрей Щербаков. Навала на последних минутах не получилось. 1-0. Минимальная победа «Кванта». Я считаю, что это самое важное. Хотя, в целом, я считаю, что они не случайные. Да, закрепощенные, зажатые. Еще не хватает некоторых кондиций. Но, по крайней мере, на поле была команда, я ее видел. Один из позитивных моментов выезда рязанцы узнали своего следующего соперника в кубке. Это пересвет из Домодедова. В прошлом году двухматчевое противостояние в группе рязанцы оставили за собой. Главное, чтобы появились эмоции. И, как я уже сказал, выставка продажи икра и рыбы Камчатская снова в Рязани. Вкусная и свежая продукция. Это уже зарекомендовало себя как лучшие морепродукты, которые только можно приобрести. Многие рязанцы уже убедились в этом воочию. Чавыча – ценная рыба семейства лососевых. Эта красная рыба вырастает до больших экземпляров, но отличается от других лососевых еще и по внешним признакам. Мясо Чавыча очень вкусное и полезное. Не зря у этой рыбы столько прозвищ. Например, русские называют ее «рыбой царей». Жители США – королем лососей. В Японии у Чавыча прозвище «князь лососей». Все это указывает на ценности, дороговизну рыбы. В нашей стране мясо Чавыча могли позволить только очень знатные особы. Мне она понравилась, потому что я пробовала у других эту рыбу. Она вкусная и считаю, что полезная. Что вы сегодня себе приобрели по вашему вкусу? Я Чавычу и белорыбицу. Чавыч, как считает король лососевых. А белорыбицу надо попробовать. Рыбку мы жарим ее и так покупаем. Мы красную икру покупаем. Вот решили белорыбицу попробовать. Продукция нравится и мне, и моим детям. Ну, цены – ничего. Можно себе позволить, когда вкусно. Деликатесы на праздничный стол. Это очень здорово. Я брала Чавычу, брала белорыбицу, брала икру, брала кижич, брала. Ну, может, забыла, что… Чавычу и в наши дни называют царской. А раньше мясо этой рыбы даже ценилось выше золота. Да и сейчас это деликатес. В России самое вкусное Чавыча – это молодая особь, выловленная рыбаками на Камчатке. Я их очень люблю. Чавыча, естественно. У Чавычи очень высокие кулинарные качества. В мясе этой рыбы много витаминов и нужных для человеческого организма микроэлементов. Фтор, калий, магний, натрий, хром, кальций, цинк и многое другое. На 100 граммов мяса до 20 граммов протеина. Есть в этом продукте омега-3, тоже очень важный для человека элемент. Мясо Чавычи нежирное по сравнению с мясом других лососевых рыб и поэтому легко усваивается. Если постоянно его употреблять, можно поддерживать сосуды в тонусе, снизить риск заболевания тромбозом. Кроме того, улучшится кровообращение. Предупреждаются заболевания нервной системы, укрепляются кости. Поэтому рекомендуется употреблять мясо Чавычи в больших количествах. А приобрести свежайшую рыбку можно у торгового центра «Премьер» на выставке продажи икра и рыбы «Камчатская». Вплоть до 10 сентября. Включительно. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 5 по 10 сентября. ТЦ «Премьер». Субтитры подогнал «Симон»